Накануне президент Турции Реджап Таип Эрдоган осудил действия сепаратистов в Карабахе и заявил, что намерен провести телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Все подробности у моего коллеги Турала Сади. Здравствует, Урал. Доброе утро, студия. Сегодня должен состояться телефонный разговор между президентом Турции Реджап Таипом Эрдоганом и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом вчера Реджап Таип Эрдоган лично заявил, отвечая на вопросы журналистов в рамках саммита G20 в Индии. Эрдоган, как вы правильно отметили, осудил так называемые выборы у сепаратистов в Карабахе, где временно расположены российские миротворцы. И, как обычно, призвал Армению отказаться от политики неподключения к выборам и от политики провокации, неприсоединения, вернее, к переговорам с азербайджанской и турецкой стороной. Турция в лице Реджап Таипа Эрдогана и других поставленных чиновников многократно заявляла о том, что процесс нормализации отношений между Ереваном и Анкарой не может идти в разрезе от процесса нормализации между Баку и Ереваном. Эти процессы должны продолжаться параллельно. Безусловно, армянская сторона недовольна подобной позицией Анкары. Ей хотелось бы, чтобы эти процессы продолжались отдельно, вне зависимости друг от друга. Но Эрдоган в очередной раз напомнил Ереван, что все провокационные шаги, которые она предпринимает, они сильно бьют по процессу нормализации отношений между Турцией и Арменией. И как раз сегодня, тоже состоит телефонный разговор, Эрдоган заявил, что он передаст свою точку зрения Николу Пашиняну, призовет его отказаться от подобных провокационных шагов. И, безусловно, единственным решением данного конфликта является полное признание со стороны Армении территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. И в этой связи Анкара в целом готова продолжить все свои усилия для того, чтобы воссоздать, восстановить стабильность и мир в регионе. Я напомню, что процесс нормализации отношений между Арменией и Турцией тоже зашел в определенный тупик из-за провокационных шагов действий Армении. Последняя встреча спецпредставителей двух стран прошла в мае прошлого года. Больше года уже данные встречи не проводятся. И это говорит о том, что Анкара также, помимо Баку, вместе с Баку недовольна в позиции Еревана, подобными ее провокационными шагами. Безусловно, как и Эрдоган заявил, никто в мире в здравом уме не признает эти так называемые выборы сепаратистов в Карабахе, где временно расположены миротворческие силы Российской Федерации. И он заявил, что обсуждал данные вопросы своими коллегами в рамках саммита G20 в Индии, также с Шарлем Мишелем он говорил на эту тему. И Эрдоган также заверил, что никто из европейских лидеров и в целом стран не намерены признать эти нелегитимные выборы. Евросоюз, в частности, также заявил, что данные выборы являются нелегитимными. То есть это в очередной раз доказывает правоту азербайджанской и турецкой сторон, что все те условия, на которых Баку и Анкара предлагают Еревану мир и продолжение переговорного процесса являются полностью легитимными, отвечают стандартам международного права в целом. И в этом смысле Анкара постоянно координирует свои действия с Баку. И вот сегодня, как раз-таки напомню еще раз, должен состояться разговор между президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. И, возможно, после этого Николом Пашиняном в очередной раз сделает заявление о готовности продолжить переговорный процесс именно вот в таком стабильном и конструктивном ключе. Благодарю, Турал. Напомню, что последние подробности о возможном звонке президента Турции Реджепа Таипом Эрдогана Николу Пашиняну рассказал мой коллега Турал Асади. Продолжение следует...